Меня зовут Александр Горнаев, герой России, заслуженный летчик-испытатель. Вот уже не первое десятилетие, как мне лично знаком, и мы много общаемся с Сергеем Жуковым. Сергей Жуков, выдающийся ученый, поэт, писатель, член отряда космонавтов, космонавт-испытатель, проходивший подготовку к орбитальным полетам. Я лично знаю его прекрасную семью, в которой царят очень трогательные, теплые отношения. Его сына Егора Жукова, который всегда выделялся своим интеллектом, заметно повыше, чем у его ровесников, склонностью к аналитизму и абсолютным отсутствием агрессии. В июле этого года произошли якобы массовые беспорядки в Москве, по результатам которых Егора задержали и бросили в СИЗО. Молодой человек провел в неволе больше месяца. За это время выяснилось, что до юры никаких массовых беспорядков в Москве не было. А доказательство, на основании которого его арестовывали, это видеосъемка, на которой изображен совершенно другой человек, не Егор. Вместо того, чтобы Егора отпустить, перед ним извиниться и дать ему право на реабилитацию, обезумевшая карательная система уже не захотела остановиться и 3 сентября этого года предъявила Егору новые, еще более абсурдные обвинения. На основании ранее публиковавшихся его работ и видеозаписей, которые были сделаны много лет назад и не имели никакого отношения к событиям июля 2019 года, ему были выдвинуты обвинения в экстремистских призывах. При этом, как мы выяснили от юристов и из публикаций в открытой печати, все обвинения Егору теперь основываются лишь на заключении какого-то неведомого эксперта ФСБ, который дал лингвистическую экспертизу, при этом не имея ни малейшего гуманитарного образования. Крупнейшие ученые, филологи, доктора наук, среди которых два академика Российской Академии Наук, четыре члена корреспондента и многие другие, официально опубликовали свое опровержение этого самозванного так называемого технического эксперта ФСБ и дали заключение о полной несостоятельности, предвзятости этой экспертизы, передергивании всех высказываний Егора. Но кровавая репрессивная машина включилась еще дальше и уже сейчас. Этот молодой человек рос финмониторингом, включен в особый список опасных террористов и экстремистов и лишен своих гражданских прав. Например, право открывать банковские счета. Он не может продолжать учебу в университете. Этот опасный террорист и экстремист. Как вам не стыдно? Я обращаюсь ко всем нашим обезумевшим чиновникам, следователям, прокурорам и сутям. Остановитесь. Дайте себе отчет в том, что вы творите. У нас, у героев России, я говорю, не только от своего имени, возникло отвратительное ощущение, что мы положили свои жизни на то, чтобы сделать процветающим наше Отечество, служа и Советскому Союзу, и Российской Федерации. И вдруг, неожиданно, в один день мы проснулись в страшном кошмаре фашистской Германии, образца 30-40-х годов прошлого века. Дорогие наши чиновники и силовики, я очень вежливо и убедительно прошу вас посмотреть внимательно мне в глаза, послушать все, что я сказал, и прекратить эту репрессивную вакханалию немедленно. Пожалуйста, не вынуждайте нас, героев Отечества, мобилизовать все наши лучшие качества, патриотизм, который никогда не был служением никакому обезумевшему чиновнику, а всегда был служением своему народу. Пожалуйста, не вынуждайте нас использовать все наши качества, наш авторитет, наши способности на борьбу за освобождение нашего народа от чиновничьего репрессивного гнета и борьбу за грубо попираемые конституционные права российских граждан. Посмотрите мне в глаза, внимательно прослушайте то, что я сказал, переслушайте еще раз и подумайте. Очень хорошо подумайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова